Настя с Иваном были на седьмом небе от счастья. У них скоро будет малыш. И вот родился долгожданный сыночек Егорка. Бабушка, мать Ивана, как увидела внука, так с того дня и не взлюбила. На Ивана он был совсем не похож, беленький, весь в Настю. Свекровь сразу вынесла свой вердикт. Нагуляла. У нас таких отродясь не было. Все смуглые, темноволосые. Не наш он, не родной. Все уши сыну прожужжала. Тот поначалу ругался с матерью, а потом уже и сам уверовал в это. Как праздник все дети у родителей собирались. Всем внукам у бабушки гостиниц припасен. Всем, кроме Егорки. Не хотела она его признавать и все тут. А Настя, зная, что ее сыночку ждать нечего. И что он не плакал, сама стала покупать ему что-то. Как придут к родителям, она незаметно достанет подарочек из своей сумки, протягивает Егорки и говорит, «Вот, сыночек, тебе от бабушки и деда. Тебе первому». А он радостный бежит их обнимать, «Спасибо, говорить». Да те и не посмотрят на него. Так случилось, что заболела Настя. Болезнь непростая, коварная. Чувствует, что недолго ей осталось. А кто потом за сыном присмотрит? Не принимают его, за чужого считают. Стала она его всему учить. «Егорушка, сынок, ты как одежду испачкаешь, так налей в тазик воды и постирай. Посмотри, как надо. А если пуговица отпадет или порвешь что-то, вот как нужно пришить. Всему его мать научила». Когда мальчик пошел в пятый класс, Настя умерла. Отец запил, забулял, про сына совсем забыл. К бабке с дедом из школы и из органов опеки приходили. «Что ж, у вас ребенок один дома, без присмотра? Раз отец пьет, возьмите мальчика пока к себе. Если ничего не изменится, придется решать вопрос о лишении отца родительских прав». Подумали они, да и решили взять опеку над внуком, да и копейка не лишняя. Кроме него, у стариков еще два внука, каждый день в гости приходят. Егорка, как мать его учила, все по дому помогал, был послушным, но почему-то всегда и во всем был виноват. Братья напроказничают, а достается ему. Бабушка из магазина бывало придет, Егорка к сумкам. «Что там вкусненькая бабушка принесла? О, прянички!» Да только попробовать не успеет, бабушка больно ударит по руке. Все отдыхают, а его в огород отправляют в грядки копать. А ему и не трудно, все сделает как надо. Придет уставший, голодный, переоденется, руки намоет и на кухню. Хотел суп в тарелку налить, как вдруг бабушка следом заскочила, заругалась. «Не трожь! У меня еще ребята не покормлены!» Так и жил Егорка, без любви и ласки. Несмотря на то, что и уроки-то ему было делать некогда, в доме всегда какая-то работа находилась для него. Учился он хорошо. Учителя хвалили. «Молодец, бабушка, хорошо внука воспитываете. И учится хорошо, вежливый, и в школу всегда опрятный ходит». И не вдомек никому было, что Егорка сам себе и стирал, и гладил, и зашивал. Но вот годы учебы позади, надо дальше куда-то ехать учиться. Но об этом никто и речи не заводил. Он просил у бабушки. Та только отмахивалась. «Да какая с тебя учеба! Дом одел не в проворот! Учеба! Ишь, чего надумал! Сиди уж!» Зато об остальных внуках бабушка очень беспокоилась. Все куда-то в города родственникам названивала, просила взять на время учебы. Через некоторое время приехал дядя Андрей Валентинович, который был бабушкиным двоюродным братом. Дядя работал директором завода в большом городе. Он откликнулся на просьбу родственницы и решил взять одного из внуков к себе пожить на время учебы. Свои дети у них с женой уже взрослые. Почему не помочь в хорошем деле? Пожил он недельку, понаблюдал за внуками, поговорил с ними, а потом и говорит поболее. «Но, Глаша, собирай внука! Пора! Скоро уже вступительные экзамены у него! Поедем мы!» Обрадовалась она. «Толенька, беги-то мой чемоданы собирать! Дядя Андрей тебя возьмет с собой!» «Толенька?» «Да нет! Ты Егорку собирай! От твоего Толеньки толку не будет! А Егор уже человек! Не ожидала такого бабуля! Насупилась! Да кто ж теперь у нас все делать будет? По хозяйству-то помогать! А как кто? Толенька с Васенькой и будут! Да можешь и не собирать ничего! Андрей Валентинович видел, что подросток давно уже из брюк вырос, а на его единственном свитере были заплатки на локтях. Мы и там все ему купим!» Так началась другая жизнь у Егорки, где он впервые почувствовал себя человеком. Жизнь его сложилась удачно. Он закончил институт, стал работать на заводе, где директором был дядя Андрей. А когда с годами поднабрался опыта и пришло время Андрею Валентиновичу уходить на пенсию, он передал бразды правления Егору. «Теперь я могу уйти спокойно, завод в надежных руках». Егор женился. Они с женой вырастили и воспитали своего сына и двух приемных детей. И ни один из них ни разу не почувствовал, что кто-то в семье не родной. Всех любили одинаково. Дорогой слушатель, все истории на канале взяты из писем обычных людей, из открытых источников интернета. Если вам понравился наш канал, просим поставить лайк, подписаться на него и нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.